Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого. Это выпуск рубрики... Это выпуск рубрики Лёша смотрит. Мы находимся на курортах Минского края, Минское море. Уточки плавают рядом с нами. Летний месяц июнь, плюс 18 градусов. Народ приходит шашлычками тут позагорать. Лёша смотрит не про фильм, не о том, что я сейчас видел в кинотеатре, а о сериалах этой весны и начала лета. Много вышло новых сериалов, которые, как мне кажется, влияют на будущее кинематографа и телесериаловедения. Я хочу о них с вами поговорить. Начну, пожалуй, с сериала «Молодой папа» с Жудом Ло в главной роли. Режиссёр Паулес Орентине. Итальянец и, соответственно, много итальянских актёров. Хотел сказать, что снят в Ватикане, но нет, совершенно, конечно, не в Ватикане. Сложно описывать и говорить об этом сериале. По-моему, надо просто смотреть. Это и визуальное пиршество, потому что очень много таких знаков от режиссёра, намёков на всякое разное. Постараюсь без спойлеров. Ну и сам сериал, он, я бы сказал, я бы сейчас процитировал, наверное, «Мастера и Маргариту» «Я то зло, которое вечно делает добро», как говорилось о Воланде. «Молодой папа» вверх, ну, в жутло, конечно, здесь, наверное, его самая задоминающаяся роль из всех, которая была. И сам сериал, ну, заставляет нас о многом задуматься. И если уж так говорить, пожалуй, «Молодой папа» лично для меня вот этой весной был самым таким знаковым сериалом. И я очень, ну, он сильно на меня повлиял, лучше так скажу. Следующий сериал, который я хочу отметить, это «Американские боги». Узавчера мы последнюю серию его посмотрели. У меня есть на канале рубрика «Лёша рекомендует», в которой я рассказывал о романе Нила Геймана «Американские боги». Это было, наверное, три назад. Надеюсь, сейчас есть те люди, которые смотрят это видео. И благодаря той моей рекомендации прочитали этот роман. И вот сейчас по этому роману был снят сериал. Очень тоже необычный сериал, необычная картинка, необычная подача. Но мне, как читавшему роман, есть несколько претензий. Во-первых, самая главная претензия – он разбит на сезоны. И вот сейчас закончился первый сезон, и это совсем не конец книги. Это настолько далеко от конца книги, что прямо жалко. То есть я надеялся, что от начала до конца романа пройдет этот сезон «Американских богов». Нет, даже не рядом. И вторая главная претензия – в этом сериале очень много отведено линии жены Shadow Moon, главного героя. Если в романе это так, был второстепенный персонаж, то в сериале это один из главных персонажей. И, конечно, вроде как Нил Гейман над сценарием сериала работал, и он имеет отношение к сценарию. Но мне линия жены не понравилась, честно вам скажу. Давайте с вами посмотрим в комментариях с теми, кто смотрел. То есть она кажется притянутой за уши. С другой стороны, все актерские работы мне очень понравились. Великолепно. Джиллиан Андерсон «Внезапно», которая здесь играет медиу. Богиня, медиа. Одна из новых богов. Она постоянно появляется в новых образах. Ну, по-моему, этот сериал будет для нее этаким ренессансом. Ну и вообще все остальные. То есть и главного героя удачно подобрали, и актера, который играет среду удачно подобрали. Сам по себе сериал, он о, если бы кто-то не читал роман, он о старых богах, которые перебрались в Америку когда-то с теми людьми, которые в них верили. То есть идея романа в том, что боги существуют, пока в них верят и молятся. Они существуют. И вот те люди, которые эмигрировали в США когда-то в разные времена, они приносили своих богов. И сейчас появляются новые боги. И назревает война между старыми богами и новыми богами. Но все это показано очень так метафорично, причем через отношения между людьми скорее, а не между богами. И визуально картинка, вот это, пожалуй, самый яркий визуально сериал из тех, что мы видели этой весной. Опять же, всячески рекомендую его смотреть. Следующий сериал – это «Большая маленькая ложь», «Big Little Lies». Он немножко выбивается вот из ряда тех сериалов, о которых я вам рассказываю. Я бы его назвал женским сериалом. Тут три главные героини, три известные актрисы. Ниполь Китман, Крис Уизерспун и Шеллин Будли. Он о том, как в маленьком приморском городке Монтерей, мамы детей, которые учатся в одном классе, общаются друг с другом, взаимодействуют и решают проблему. Это такой типичный, на самом деле, женский сериал. Он поднимает одну важную проблему. Особенно, мне кажется, в российских семьях, как ни странно, хоть он снят и в Монтерее. Почему мы захотели его посмотреть? Просто потому, что мы буквально месяц назад были в этом самом Монтерее. Это одно из красивейших мест вообще, которое я видел в своей жизни, действительно. Вот сейчас, когда я это говорю, по идее, должно вам показываться видео того, что я снимал в Монтерее. Это такой небольшой городок на западном побережье США, он очень красив. Но в этом сериале виды Монтере используются как противопоставление той жизни, которая происходит с героями сериала. То есть это о том, когда вроде в благополучных семьях много всяких скелеток в шкафах и много проблем, которые они пытаются решить. Он несколько простоват все-таки, по моему мнению. И решение проблемы всей проблемы сериала простовато, если уж так откровенно говорить. И нам прямо не говорят, что делать. Действительно, он скорее будет интересен женщинам, мне так кажется. Но я его посмотрел с удовольствием, как-то странно. Единственное, что меня постоянно смущало, вы уж извините, мне нравится Николь Кирман как актриса, действительно. Она мне, ну, я не помню ни одной ее роли, где бы мне неприятно было на нее смотреть. Но все-таки человеку почти 50. И практически все сцены обнажения, да нет, все сцены обнажения в этом сериале были с Николь Кирман. Она, конечно, прекрасный человек, но мне не хочется смотреть на обнаженную 50-летнюю женщину постоянно. То есть, ну ладно, это один раз было бы, но все интимные сцены были с Николь Кирман специально. Ну, то есть, может показать, что я еще не старая. Нет, Николь Кирман великолепно выглядит, никто не спорит. Ну, зачем из этого бенефис сделать в течение всего сериала, мне непонятно. А так, в целом, очень такой драматически насыщенный сериал, по моему мнению. Следующее у нас не новый сериал, а третий сезон Fargo. Ну, дело в том, что Fargo каждый сезон – это своя новая история, это не продолжение чего-то прошлого. И здесь Fargo себе не изменяет. Я думаю, что из всех вот тех сериалов, которые я сейчас перечисляю в этом обзоре, он, наверное, на первом месте по аудитории зрительской, потому что он, наверное, самый такой динамичный получается. И он не изменяет своей логике. Опять Fargo. Куча людей. Полагаются на дилетантов, которые совершают дилетантские ошибки. И на этом закручивается куча несоответствий, которые потом выливаются в драматический финал. Вот об этом все сезоны Fargo – это, по-моему, очень смешно смотреть. Изначально это вообще фильм «Братьев Коонов», по которому был снят первый сезон сериала. О такой более в широком смысле. Но все сезоны, что первый, что второй, что третий, они вот про то, как где-то что-то недодумано, что-то где-то недоделано, недотянуто, и из этого происходят ошибки. И кто-то кого-то недооценил или переоценил, и это весело смотрится. Еще обязательно, кстати, в каждом сезоне что-то мистическое, такая щепотка маленькая мистического добавлено. Во втором сезоне это была «Летающая тарелка» НЛО. В третьем сезоне это внезапная отсылка к «Тринпиксу» абсолютно… Ну, даже не отсылка к «Тринпиксу», на самом деле непонятно, что это за герой такой появляется. Но есть что-то такое мистическое в этом. И вот мы еще… Вышла последняя серия, я еще не смотрел ее. Десять серий, я девять уже посмотрел, десятую не смотрел. Не знаю, чем закончился сериал, но мне было постоянно интересно каждую серию наблюдать, что происходит. Да, есть, кстати, претензии к сериалу со стороны жителей России, мол, он очень русофобский, там постоянно упоминаются казаки, которые людей убивают, советский строй. Ну, он очень так это все сделано, знаете, несколько утрированно, по-моему, специально. Ну, я это… Я не воспринимаю это как русофобию. Ну, возможно, кто-то это так решит, что… Создатели сериала решили наехать на Россию. Я не вижу, там, наезды на Россию, там, скорее, на Советский Союз и на тоталитарный строй. Интересно, чем кончится десятая серия. Третий сезон «Фарга» я рекомендую вам посмотреть даже «Ватры» от первого и второго, потому что это отдельное повествование абсолютно. Ну и последнее. На сегодня третий сезон «Твин Пикса». Это, пожалуй, самое необычное, вообще, самый необычный сериал из всех, которые я видел. Если вы… Многие думали, что Дэвид Линч повернется лицом к зрителям, то нет. Это, вообще, это самый, наверное, тоталитарный, фундаментальный и полностью плюющий на мнение зрителя Дэвид Линч. Вот уже вышло, по-моему, 7 серий, и в каждой серии «Твин Пикса» ты думаешь, глядя на экран, «Боже мой, что происходит? Что вообще? Что это такое, блин?» В последней серии, например… Ну, я просто… Ну, я не знаю… Это… Удовольствие Синефила, наверное. Потому что нормальный зритель подумает, что это за… Что это за издевательство, но в последней серии, например, есть сцена, где человек три минуты подметает пол. Три минуты подметает пол. И нам это Дэвид Линч показывает в часовой серии. Ну, это настолько… Вы знаете, для меня это чем-то похоже на фильмы Германа, когда, опять же, ты не понимаешь, что происходит, но это жутко интересно смотреть. Вот, третий «Твин Пикса» что-то из разряда этого. В нем постоянные загадки. То есть, в принципе, если постараться, собраться с мыслями и попробовать разгадать, что происходит, то этот сериал именно заставляет нас думать, что прекрасно, по-моему. То есть, ты не просто тупо смотришь… Ну, то есть, я не говорю, что плохо развлекательные сериалы, комедийные. Нет, это тоже офигенно. И когда ты устаешь ржать, почему бы и не подумать чуток, да? И вот «Твин Пикс», он именно постоянно в каждом кадре пытается тебя расшевелить и заставить думать. Кроме того, вот эта фишка линча в «Твин Пиксе», что практически все актеры играют непрофессионально. То есть, это вот прям видно, как топорно и к деревянному ведут себя люди в кадре, что это становится таким своим каким-то шармом. Но дело в том, что «Твин Пикс» невозможно рекомендовать всем. Вот именно в этом проблема. Вы подумайте, прежде чем его начинать смотреть. Потому что, действительно, вы будете вот каждую серию спрашивать себя, зачем я это посмотрел и что вообще происходит. Но это и держит, это и интересно, это и составляет продолжать постоянно смотреть дальше и дальше. Вышло пока, ну я веду только 7 серий, их вообще будет 18. Но я надеюсь, что агент Купер все-таки вернется к нам. И Даги станет агентом Купером, я за него беспокоюсь. И все-таки своим зрителям, моим подписчикам, я рекомендую обратить внимание на третий сезон «Твин Пикса». Ну а на этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Вот это сериалы этой весны и начала лета, которые меня поразили и которые я рекомендую вам рассмотреть. На этом все. Смотрите интересное кино. Смотрите.